Ребят, всем большое привет! Меня зовут Фил, это канад Честный Блог. Пришло время сравнить Redmi Note 10 Pro и Galaxy A52. На каждый из этих смартфонов я потратил порядка 10 дней, чтобы изучить их, насколько они хорошо работают, как они по производительности, как они по аккумулятору. Поэтому у меня не было возможности сразу выкатить вот это сравнение, но зато сейчас оно очень сбалансированное, очень взвешенное, и я вам точно могу сказать, какой из этих смартфонов чем интересен. Вспоминая 2020 год, когда выходил Galaxy A51, тогда ему сложно было конкурировать с Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S. Прямо реально была, ну, пропасть. И фото, и видео быстродействие, все. В этом году все кардинально переменилось. Samsung выкатили очень прокачанный смартфон. Мало того, в какие-то моменты он интереснее, чем Redmi Note 10 Pro, в том числе, например, по влагозащите, в том числе по камере, по оптической стабилизации и так далее. Так что сегодня будет прямо интересно. И самое главное, что от того, что прокачался Samsung, все от этого выигрывают. Нет, Redmi тоже, конечно же, прокачался. Но я бы сказал, не так кардинально. Уровень производительности, например, остался на том же самом уровне. 280 тысяч баллов в Antutu. И самое главное, я запускаю народное голосование. Хочу, чтобы вы поставили лайк, если вы голосуете за Redmi Note 10 Pro. Хочу, чтобы вы поставили дизлайк, если вы голосуете за Galaxy A52. Давайте смело, друзья, лайки. И в комментарии тоже напишите, пожалуйста, за какой из этих двух смартфонов вы голосуете. Ну что, друзья, давайте. Честное сравнение. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали. В первую очередь, кстати, хочу сказать, что если вы хотите приобрести Galaxy A52, Redmi Note 10 Pro, а может быть, хотите приобрести Galaxy S21 Ultra на Snapdragon или Pixel, обращайтесь к моим друзьям от компании Cyprus. Я внизу оставляю ссылочку, переходите, посмотрите. Классные цены, доставка по всей России. Очень важная вещь, кстати, которая тоже прокачалась, и, к сожалению, в худшую сторону, это цены. Цены выросли. На Redmi Note 10 Pro выросли, на Galaxy A52 выросли. Смартфоны стали круче, стали стоить дороже. Давайте посмотрим, что у нас получается. Мы посмотрим на белый рынок и на серый рынок. Итак, Е-каталог. У нас Samsung минимально 428 и Redmi минимально 664. Ну, давайте вот отсортируем. Значит, цены на Samsung, видите, от 22 тысяч стартуют до 32. Redmi стартует от 25 тысяч до 28 тысяч. Пройдемся по каждому. Значит, официальная цена, начало у Samsung, 428, это 27 тысяч рублей, вот в МТСе. Вот они, официальные цифры. Вот цифры на серые смартфоны, да, серый рынок. 22 тысячи рублей, 25 тысяч рублей, 22 и так далее. 22 это нормальная цена. В прошлом году как бы 20 стоил Galaxy A51. Ну и, соответственно, за 32 тысячи это мы уже берем максимальную конфигурацию. Redmi уже в России тоже официально представлены, тоже официально продается. Но вот видите, цены где-то серые начинаются от 25 тысяч, а белые стартуют с 26-7 тысяч рублей. Ну, а на самом ектологе очень удобно посмотреть вот это сравнение. Здесь есть таблица сводная со всеми характеристиками. Можно всегда посмотреть, что у кого. Ну и самое главное, опять же, если вы находитесь в каком-то другом городе, то выбирайте, например, Санкт-Петербург и сравнивайте цены уже по вашему городу. Кстати, Galaxy A52 в Питере стоит от 21 тысячи 800 рублей, подешевле. Кстати, Redmi тоже от 23 тысячи рублей. Короче, важно. Да, видите, в разных городах разные цены. Можно, кстати, заказать доставку и в итоге выиграть что-нибудь по цене. Короче, я ссылку на е-каталог внизу оставляю, переходите, посмотрите. Ну что, давайте начинать с внешнего вида. Ну, тут я думаю, что есть несколько моментов. Первый момент это то, что Redmi в руке чувствуется более премиальным устройством, потому что сзади вот такое стеклянное покрытие. И сам он по себе, как будто, вы знаете, немножко элегантный. На Samsung немножко попроще. Все-таки сзади пластик. Мало того, что этот пластик еще где-то чуть-чуть и проминается. Я за время использования понял, что от того, что он где-то там проминается, но это просто вот для блогеров, так сказать, рассказать, по жизни это никак не влияет. Но в любом случае, вот есть ощущение чуть более премиального устройства Redmi. Но есть у Samsung тоже свой плюс, потому что он более компактный. 6,5 дюйма в диагональ дисплея против 6,67 у Redmi. Кстати, Samsung потолще, он 8,4 мм, а Redmi 8,1 мм. Но это и чувствуется. Redmi такой, знаете, чуть более элегантный. Но при этом в Samsung у нас есть влагозащита. Полноценная влагозащита IP67. Можно смело опускать этот смартфон в воду, с ним ничего не случится. У Redmi IP53 это, можно сказать, влагозащита начального уровня. От дождя. Дисплей. Ну, технически он интереснее на Redmi, потому что здесь у нас 120 Гц. Здесь у нас максимальная яркость, пиковая, составляет 1200 нит. Здесь HDR10. И я бы сказал, что рамки, наверное, чуть более тонкие на Redmi, чем на Samsung. На Samsung 90 Гц экран, 450 нит яркости, максимально выдает он 800 нит яркости. Ну, давайте сравним, на самом деле, вот белый цвет. Примерно одинаково. Под разными углами. Ну, в моем представлении, примерно одинаково. Хотя у них, на самом деле, белый цвет немножко отличается, потому что на Samsung он чуть более теплый, а на Redmi он чуть-чуть более такой красновато-розоватый, наверное. Но если каждый из этих смартфонов рассматривает по отдельности, ты этого не увидишь. Это замечаешь только тогда, когда рядом есть другой смартфон. На обоих смартфонах присутствует шим, и на обоих смартфонах ничего не сделано для того, чтобы этот шим убрать. То есть в настройках нету ничего, чтобы напоминало о DC Dimming. Пистота обновления, кстати, у обоих смартфонах она не плавает. То есть если ты выбираешь 120, то значит так и будет. 90, так и будет. Она не адаптивная. То есть она не подстраивается под то, чем ты занимаешься. Если оба смартфона включить на максимальную яркость, неадаптивный режим, то они выдают примерно одну и ту же картинку. Я, честно говоря, вообще никакой разницы не вижу, кроме того, что чуть более розовый экран на Redmi и чуть более желтоватый экран на Samsung. Ну, вы это на камеру можете не увидеть. Следующий момент касается разблокировки. Разблокировка должна быть очень комфортной, чтобы ты взял смартфон, он себя узнал и разблокировался. В целом вот сейчас, когда я в этих идеальных условиях это делаю, смартфоны разблокируются практически одинаково. Но по жизни все-таки Redmi чуть более надежнее в этом плане и чуть побыстрее разблокирует. Хотя, опять же, Samsung раньше разблокировался хуже. И у нас есть сканер, обчатка пальцев. На Redmi он находится здесь сбоку. И достаточно чуть-чуть приложить, и происходит разблокировка. На Samsung тоже хорошо происходит разблокировка. Но все-таки, чтобы разблокировать, надо всегда посмотреть, куда ты хочешь приложить. Потому что разблокировка происходит через сканер, который встроен в экран. С одной стороны, это более футуристичная история. Ты взял смартфон, приложил. Это круто. С другой стороны, по эргономике удобнее вот сюда приложил. И получился результат. Кстати, на Redmi есть разные функции. Например, два раза можно постучать по сканеру, и у нас опускается вот эта шторка. И я про это записывал отдельное видео. Типа, самые кайфовые функции. 20 штук, которые есть на Redmi Note 10 Pro, чтобы ими пользоваться каждый день. Очень рекомендую вам посмотреть это видео. Сейчас появляется ссылочка, обратите внимание. В комплекте к Redmi, кстати, идет вот такой замечательный силиконовый чехол. Samsung, к сожалению, на российский рынок чехол не поставляет. Но если посмотреть анбоксинги из других рынков, то видно, что там есть и в А52, и в А72. Но в России, к сожалению, нет. Еще раньше в комплекте в Samsung были наушники, теперь их нет. И зарядное устройство, к сожалению, тоже не очень быстрое. 15 ватт, хотя сам смартфон поддерживает 25-ваттную зарядку. Поэтому Redmi здесь не жалеет ничего. 33 ватта честно и кладет в комплект. В общем, за внешний вид я бы сказал, что он получше на Redmi. Интересно узнать ваше мнение, друзья. Вы за что голосуете? За Redmi или за Samsung? В плане внешнего вида. Вам что важнее? Эргономичность или премиальность? Кстати, сверху на Redmi наклеена пленочка. И у нас здесь горел глаз пятого поколения. На Samsung традиционно пленочек нет. Только на топовое устройство Samsung клеит пленку. Опять же, определенная экономия. Теперь давайте про быстродействие поговорим. Потому что, опять же, раньше это была ахиллесовая пята. Samsung в прошлом году был на Exynos. И в Antutu выдавал порядка 180 тысяч баллов. Крайне не шустро. Redmi в прошлом году был на 720G процессоре. Теперь 720G стоит в Samsung. А в Redmi теперь стоит 732G. По сути, 20-й от 32-го практически ничем не отличается. Чуть более разогнанное ядро. Но что же на практике? Ну, сразу отвечу на вопрос. Redmi чуть шустрее. Ну, вы знаете, вот меньше у него всяких разных затыков. Либо это 120-герцовый дисплей. Либо это работа процессора. Либо это работа процессора плюс операционка. Так или иначе, чуть-чуть быстрее. Точно могу сказать, что Samsung, опять же, по сравнению с A51 на порядок выше. Мало того, мы сейчас с вами посмотрим на цифры. В цифрах-то тоже все хорошо. Вот смотрите, если посмотреть троттлинг, какая история? Троттлинг чуть выше на Redmi. То есть, примерно через 7 минут работы, Redmi раз и немножко понизил частоту примерно на 10%. Но при этом перформанс, он выдает 154 гипса, а Samsung выдает 132 гипса. И минимальные отличия тоже есть. Ну, а вот если зайти в Antutu, 285 тысяч и 292 тысячи. Практически никакой нет разницы. Оба смартфона немножко нагрелись. 30,8 градусов на Samsung, 31,4 на Redmi. Сразу же пропускаем второй раз. Практически никакого падения нет. 286 и 290. Redmi при этом поднимается до 35 градусов. И Samsung поднимается до 31 градуса. То есть, Samsung на самом деле более энергоэффективен. Оба смартфона потеряли 3% заряда за это время. Ну, про заряд мы с вами еще поговорим. Короче, что могу сказать. Samsung стал гораздо лучше по сравнению с прошлым годом. Redmi остался на том же месте. Потому что и раньше он выдавал 280 тысяч баллов на своем 720-м G-процессоре. И теперь он выдает те же самые из 290 тысяч баллов. Но в Redmi добавилось 120 Гц. За счет этого смартфон более плавный. Но мы должны понимать, что раз у нас добавились эти 120 Гц, то значит смартфон больше напрягается. То, что он выдает по факту теперь в два раза больше кадров на экране. Так что теперь Redmi стало жить посложнее. Но это в целом немного отражается на аккумуляторе. Ну, раз я про аккумулятор говорю, давайте сейчас об этом и поболтаем. 4500 аккумулятор в Samsung и 5020 в Redmi. Samsung за 30 минут заряжается на 50%. Redmi за 30 минут заряжается на 59%. Есть быстрая зарядка в Samsung 25, в Redmi 33 Вт. Уже сказал, что в Redmi 33 Вт идет в комплекте. В Samsung только 15 Вт. Ну, вот смотрите. 6 часов и 8 минут работы экрана на Samsung. И 14 часов и 40 минут проработал смартфон. Redmi здесь проработал примерно столько же, часов 14. И выдал 6 часов 12 минут экрана. На самом деле, на самом деле ситуация достаточно интересная. Вот посмотрите, Redmi проработал и выдавал даже 4 часа работы экрана. Samsung проработал 12 часов, выдал 6 часов работы экрана. Что могу сказать? Samsung стал точно, опять же, лучше, гораздо лучше по сравнению с прошлым годом. Потому что в прошлом году это было 4-5 часов работы экрана. Это было крайне слабо. Не доживал до вечера. А вот Redmi, наоборот, в прошлом году выдавал 6, 7 и даже 8 часов работы экрана. Сейчас он выдает порядка 6 часов работы экрана. То есть, в целом, он стал работать послабее. Наверное, за счет того, что у нас появилось 120 Гц. Короче, Samsung немножко подтянулся, Redmi чуть-чуть ослаб, но если вот их сравнивать друг с другом, то они выдают примерно одинаковое количество работы. Так что тут, по сути, одна и та же история, но на Redmi чуть побольше аккумулятор и побыстрее зарядка. Ну, а вот что касается музыкальных возможностей. Во-первых, здесь есть стереодинамики. Они реализованы немножко по-разному, потому что на Redmi у нас есть динамик, который находится сверху на крышке и снизу на крышке. То есть, грубо говоря, звучание идет немножко вбок. На Samsung ситуация другая, потому что здесь звук идет из верхнего разговорного динамика и снизу вбок. Так что стерео немножко отличается, но мы с вами послушаем, как они звучат. А также у нас есть 3,5-миллиметровый джек. Опять же, сверху на Redmi, снизу на Samsung. Интересно, опять же, узнать ваше мнение вам, как удобнее, когда сверху или снизу. И что касается высококачественных кодеков. Ну, здесь Redmi поинтереснее, SBC, AEC, есть поддержка APTX и так далее. Вот эту историю можно найти в разделе для разработчиков. В Samsung есть, по большому счету, SBC и больше ничего особенно нет. Но на самом деле, вот вы знаете, как-то я не замечал какой-то разницы в наушниках. Да, понятное дело, что AEC, например, это более продвинутый кодек. Или там APTX и так далее. Но вот, видимо, те наушники, в которых я тестировал, они как-то эту историю не передавали. А может быть, музыка, которую я слушал, не сильно передавала. Поэтому я бы сказал, что примерно одна и та же история. Что еще интересно? По звуку. В Samsung можно зайти в качество звука и вот здесь выстроить эквалайзер. То есть, эквалайзер будет распространяться на все звуки, которые выдает Samsung. Что касается Redmi, то здесь нет эквалайзера. Точнее, он есть, но он серенький. Видите почему? Потому что нужно подключить наушники. То есть, эквалайзер распространяется только на наушники. Также в Samsung есть поддержка Dolby Atmos, чего нету в Redmi. Но я бы не сказал, что это как-то сильно отражается на звуке. И еще у нас есть Dolby Atmos для игр. Но в Redmi, опять же, этого нет. Зато в Redmi очень прикольная вибро. Точнее так, оно гораздо прикольнее просто по сравнению с Samsung. В Samsung как будто бы максимально дешевая, простенькая вибро, которое пришло из самых первых моделей Samsung. В Redmi такой приятный виброотклик. Не топовый, но хороший. Ну и сейчас давайте послушаем, как же звучат эти два смартфона. Напишите, пожалуйста, какой вам понравился больше. Кстати, еще парочка важных моментов. В Bluetooth версии 5.1 в Redmi и в Samsung версии 5.0. Также в Redmi есть инфракрасный порт, в Samsung его нету. Ну, понятное дело, что NFC есть и там, и там. Снизу у нас USB-C второго поколения. И есть функция OTG, чтобы подключать флешки. Это хорошо. По памяти ситуация у нас следующая. Во-первых, в Redmi можно использовать две симки и одну карточку памяти. В Samsung только одну симку и одну карточку памяти. Это раз. А теперь внутренний накопитель. Минимально 6,64 Redmi и 4,128 на Samsung. Вот вам, друзья, что важнее, 4 и 128 или 6,64? Я бы выбрал 6,64, потому что 6 гигов памяти это более важно, чем 4. Дальше у нас есть версия 6,128 на Samsung и 6,128 на Redmi. Но многие меня спрашивают, Филипп, откуда ты взял версию 6,128? В России она не продается. Ну, в России она не продается. А серый рынок никто не отменял. В других странах есть, так что можно привести. Максимальная комплектация 8,128 на Redmi. В Samsung максимальная комплектация, вот у меня в руках этот смартфон, 8,256. Это прямо заявка, знаете, такая очень хорошая, на победу. Прямо очень прикольно. Ну и скорость памяти отлично тестируется при помощи программы AndroBench. Давайте посмотрим. Ну что, практически одинаково. 507, 506 на чтение. Запись 264, 273. Рандом чтение 232, 238, 120 запись, 133 рандом запись на Redmi. Ну, Redmi чуть-чуть поинтереснее, вот просто на минимум какой-то. А вы знаете, интересная история с камерами, потому что, опять же, раньше, в прошлом году, камера на Samsung отставала. В этом году прямо есть очень интересный момент. Первое, о чем хочется сказать. Redmi по-прежнему не умеет снимать видео в 4К, на фронталку. Samsung умеет, вот тут наверху у нас настроечка, и мы убираем 4К, 30 кадров в секунду. Redmi только Full HD, 30 кадров в секунду. Если посмотреть на основную камеру, то Redmi умеет снимать 4К, 30 кадров в секунду, но на Samsung есть стабилизация. На Redmi нет стабилизации. И поэтому запись достаточно сильно хромает. Вы сейчас видите видео, не сказать, что Samsung прям суперплавен, но он хоть как-то отрабатывает. Redmi вообще никак не отрабатывает, стабилизации нет. Дальше мы вот что имеем. На Samsung у нас 64 мегапикселя, основная камера, апертура 1.8, производитель мне неизвестен, наверное, какой-нибудь Samsung. На Redmi у нас 108 мегапикселей, это Samsung-овский модуль. На Samsung ультраширик на 12 мегапикселей, на Redmi он на 8 мегапикселей. Здесь Samsung поинтереснее, и 5 мегапикселей глубина резкости, 5 мегапикселей макро на Samsung, и на Redmi 5.2. То есть все немножко похуже. В целом у нас получается, что на Redmi интереснее только то, что здесь есть 108 мегапиксельный модуль, а на Samsung 64, но при этом нет оптической стабилизации. Так как мы глобально 108 мегапикселями не пользуемся, то я бы сказал, что на цифрах на самом деле интереснее Samsung. И фронталка на Samsung 32 мегапикселя, а на Redmi 16. Хочу показать вам важные моменты, но первое, вот эта фотография, и посмотрите, насколько Redmi не может ничего сделать с этим ярким пятном. Samsung справляется, на Redmi HDR не справляется. Это, кстати, не фронтальная камера, это основная камера. К сожалению, на фронтальную камеру такая же история. Redmi и вообще, в принципе, все Xiaomi, даже Mi 10 и даже Mi 11 не может здесь ничего сделать. Это крайне странно. Но вот такая вот интересная ситуация. А вот так у нас выглядит закат. Это двукратное увеличение. Давайте посмотрим. Посмотрите, какой закат на Samsung и какой он на Redmi. Вы видите, да, разница? Она очень большая разница. А вот фронтальная камера. Смотрите, как лицо на Samsung и какое лицо на Redmi. Причем на Redmi на самом деле по детализации поинтереснее. Вот борода, например, лучше выводит. Но само лицо, да, коричневое и какое-то темно-красное на Redmi. На самом деле, это интересная ситуация. В прошлом году Samsung сильно сливал Redmi по фотовозможностям. Но нынче ситуация совсем другая. Вот опять же двукратное увеличение. И можно увидеть достаточно жесткую обработку на Redmi. И более лайтовую обработку на Samsung. Кстати, раньше была жесткая обработка на Samsung. И теперь такая история коснулась и Redmi. Ну, возможно, потому что в Redmi стоит основной модуль как раз таки от Samsung. Короче, ну, в реальности вот такая вот ситуация. В чем-то лучше, в чем-то хуже. В любом случае, оба смартфона умеют делать хорошие фотографии. Вот, например, еще раз. Ну, посмотрите, какая большая разница. Посмотрите, насколько фотография на Samsung ярче, чем на Redmi. Ну, вот, посмотрите, земля на Samsung и на Redmi. Да? Уровень яркости фотографии. Вот как выглядит земля. Очень круто. Samsung просто, вот, я говорю, в этом году просто вообще вот молодцы. И расстраивает, что Redmi выглядит посимпатичнее. И экран на Redmi 120 Гц, ну, чуть более, как бы, поприкольнее. Кстати, я ничего не сказал по поводу системы. Потому что она разная ведь на смартфонах. И там она стоит 11 Android. Но при этом есть свои особенности. Я могу сказать, что на самом деле практически одинаковые по возможностям. То есть они визуально разные, конечно же. Мне больше нравится, кстати, как сейчас выглядит Redmi, нежели Samsung. Он такой, знаете, вот поинтереснее. Как-то вот заходишь в настройки, например. И вот настройки как-то вот на Redmi мне, например, больше нравится. Но наверняка, естественно, есть люди, которым больше нравится, как выглядит на Samsung. Тут как бы на вкус и цвет. В целом, друзья, вот что мы имеем. Ну, во-первых, я честно, еще раз рад за то, что A52 стал прикольнее. То, что Redmi глобально не изменился. Да, он стал по прокачиванию. Но Samsung стал гораздо прокачивающим по сравнению с Galaxy A51. И за это хочется сказать Samsung спасибо. Потому что выигрывают в итоге кто? Потребители. Не будет тормозящего смартфона. Не будет тупящего сканера, печатка пальцев. Не будет моно и всего остального. Будет все хорошо. Но вот важный момент. Мы все-таки смартфоны встречаем по одежке. Одежка у Redmi, очевидно, гораздо прикольнее. Просто гораздо прикольнее. Прямо ты берешь в руки смартфон. Прямо с большой буквы S. То есть Samsung немножечко такой все-таки игрушечный. Немножечко. За счет пластика. За счет того, что он прогибается немножечко и так далее. Вот в этом компоненте я бы сказал, что Samsung слабее, чем Redmi. В остальном, особенно что касается камеры. Ну, вы видели все сами. Это очень крутые два смартфона. У каждого из них будет своя аудитория. Они будут очень хорошо продаваться в 2021 году. Единственное, что они стали дороже. Гораздо стали дороже, чем свои предшественники. Тысяч так на 5, на 6. Особенно, если брать официальные цены. Вот такая вот история. Короче, друзья. Ну, вот прямо интересно, да, выходит. Я могу сказать, что, знаете, Samsung в этом году немножко не хватило дизайна. Ну, чтобы он был более по-премиальнее. Знаете, прямо чувствуется середнячок. Когда ты берешь Redmi, есть ощущение хорошего, дорогого устройства. Когда берешь Samsung, есть вот небольшое ощущение середнячка. Но при этом, если вам нужна крутая камера, если вам нужна влагозащита, хорошее сериозвучание. Вы знаете, в прошлом году не было ни одной ситуации, когда я бы рекомендовал Galaxy A51, если мы сравнивали с Redmi Note 9 Pro, потому что он проигрывал по всему вообще. А сейчас я смело могу рекомендовать Galaxy A52 вообще без проблем. Просто хотите Samsung, проверенную фирму, которая вам нравится, окей. Но для тех, кто хочет быть не как все, не ходить за Samsung, окей, выбираем Redmi Note 10 Pro и тоже получаем очень хороший смартфон. Но тут есть моменты, да, вот моменты по камере меня больше всего смутили. Особенно цветопередача, отсутствие стабилизации в 4К и так далее. Кстати, на этой неделе у меня выйдет специальное видео по поводу Redmi Note 10 Pro, каким образом можно делать класснее фотографии, просто перейдя в ручной режим. Это на самом деле занимает 2 минуты, но снимок получается гораздо круче. Просто дождитесь этого видео, поэтому обязательно подпишитесь на канал. Ну, еще раз, друзья, да, ваше голосование. Лайк, если вы за Redmi Note 10 Pro, ставьте дизлайк, если вы за Galaxy A52. Интересно посмотреть на соотношение, прямо реально интересно. Ну, а я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Большое спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, здесь говорят правду. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Не болеем, всем счастливо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok